Слово о том, что за грехом последует, наконец, для человека, вечное мучение в Оаде вместе с духами отверженными. «Идите от меня, проклятии, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Вот последняя награда за грех, последний венец дьявольский. Промучившись в разных видах от греха всю земную жизнь, пострадав от него по смерти до кончины мира, бедный грешник должен услышать, наконец, на всемирном суде новый ужасный приговор и отойти в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Должен отойти, ибо надобно же когда-либо добру взять во всей силе вверх над злом, не вечно продолжаться борьбе неба с адом, а при окончательном торжестве царства света и любви над царством тьмы и злобы, что может ожидать грешника, кроме совершенного отлучения от Бога, коего закону он всегда противился, кроме совершенного сближения с духами отверженными, коих внушением он всегда следовал, кроме совершенного ниспадения в бездну лишений и страданий, кое неминуемо влечет за собою разврат и беззаконие. Чтобы предотвратить для нас в всем отношении всякое самообольщение, Слово Божие со всею ясностью на многих местах предваряет нас о сей ужасной участи, ожидающей грешников после суда всемирного, так что между всеми догматами веры нашей нет более ясного, как догмат о будущем вечном мучении грешных в Оаде. Что это за мучение? И в чем состоит оно? Чтобы приблизить предмет сей к нашему разумению, Святое Писание употребляет для изображения мучения в Оаде разные подобия, заимствуя их от того, что в нашем нынешнем мире есть ужасного и мучительного. И, во-первых, оно представляет состояние мучимых в Оаде под видом тьмы, «самой непроницаемой или кромешной», даваясь им знать, что в Оаде нисколько нет света, столь необходимого для жизни, столь отрадного для всего живущего. Во-вторых, Писание изображает состояние грешника в Оаде под видом непрестанного терзания червями, и червь их не умирает, показуя сим, что мучения адские всегда будут возобновляемы с новою силою и состоят в непрестанном мучительном терзании грешника. Но всего более и чаще адские мучения изображаются в Слове Божием под видом пребывания в огне или озере огненном, так что ад и огонь вечный на языке Писания – суть слова почти равнозначащие. Конечно, это будет не нынешний огонь, ибо нынешний огонь сам, можно сказать, сгорит в последний день мира, когда по свидетельству Святого Писания самые наши «стихии» сжигаем и разорятся. Но мы явно погрешили бы против истинного разумения слов Писания, если бы вздумали заключать из всего, что этот адский огонь, будучи тончее и духовнее нашего огня, по тому самому будет слабее и сноснее. Напротив, по самой своей тонкости и духовности он должен быть сто крат яростнее и мучительнее, так что святые отцы нисколько не преувеличивают дело, когда говорят, что наш нынешний огонь столь же слаб в сравнении с будущим адским, как огонь на картине, слаб в сравнении с огнем действительным. И сей-то пламень, уготованный вначале одному дьяволу и ангелом его, соделается, наконец, вечным наследием твоим, душа грешная. Будешь ли сомневаться в действительности сей угрозы? Пожалуй, сомневайся. Мы не можем теперь показать тебе тьмы кромешной и гиенны. Но и врач, который говорит больному, что если он не воздержится от того или другого, то умрет скоро, также не может показать ему его смерти. Однако же смерть приходит, когда не слушают предостережений и советов врача. Кто же лучше может знать наше будущее? Врачи земные или небесный? Но врач небесный ясно, как мы видели, говорит и предваряет, что в случае нераскаянности нашей нас ожидает гиенна огненная. Благоразумно ли не верить словам и предостережению того, кто для оправдания слов своих может, если бы то нужно было сотворить новую гиенну? Но, увы, погибающие во грехе собрат, гиенны и ада не нужно творить вновь. Они уже давно произведены грехом и заключаются в нем, как древо в семени. Присмотрись сам со вниманием к лицу врага и друга твоего, и ты увидишь, что он весь огненного свойства, что все явления греха сопровождаются уже и здесь пламенем адским, что он делает жгущим даже то, что должно бы радовать человека и услаждать. В самом деле, что по самой природе отраднее света совести. Но приходит грех, иссушает душу человека зноем страстей, делает из него сухое хврастие, и свет сей обращается в огонь, совесть начинает жечь и мучить душу. До чего жечь? До того, что в самом деле, вследствие сего, происходит иногда смертельное воспаление. Если засим обратить внимание на существо страстей, сих наперстниц греха, кои его именем владеют и управляют душами грешными, то окажется, что они все суть свойства огненного. Мы невольно сознаем это, когда говорим, например, «огонь страстей», «пламень чистолюбия». Огонь сей теперь связан многими узами, посему и не так приметен обыкновенно. Посмотрите, однако же, как он выступает изнутри человека. Волнуется, багровит лицо, приводит в клокотание всю кровь, в минуты, например, сильного гнева. В это время огонь сей так бывает ярости населен, что иные не могут его перенесть, и внезапно умирают, как от удара молнии. Пламень других страстей менее яростен, всегда, однако же, проницает и с продолжением времени растлевает весь состав человека. И как видимо это, например, на человеке любострастным, завистливым или скупом? Внутренний состав тела нашего, коему особенно угрожает будущее мучение в Аде, также представляет в себе не только способность к воспламенению, но и неистощимый запас огня. Это, видимо, на теле каждого человека и в состоянии здоровом, ибо из каждой части тела посредством известных искусственных приемов, а иногда и без всякого искусства, можно извлекать множество искр. Но во время болезней это тайное сродство тела нашего с огнем обнаруживается еще более, ибо какая болезнь не обнаруживается жаром? Некоторые явно состоят из какого-то мучительного горения всего тела или больных частей его, отсюда самые наименования сих болезней, например, огневицы или антоново огня. Кроме сих повсеместных явлений, из некоторых, хотя и редких случаев, видно, что в теле человеческом есть способность воспламеняться каким-то особенным огнем, коему в нашем мире нет подобного в силе и разрушительности, и который невидимо напоминает собою огнь адский. Это случай так называемого самовозгорания, когда живой и даже не больной, но расстроенный в телесных силах человек вдруг возгорается видимо и пожирается пламенем до того, что в самое короткое время, иногда в несколько минут, от человека не остается ничего, кроме нескольких горстей пепла. Что это? Как незадаток огня адского. Теперь ишнее бренное тело, воспламенившись таким образом, тлеет и исчезает, но будущее тело, бессмертное, воспламенившись, не может исчезнуть, будет гореть вечно. И вот гиенна домашняя, самодельная и вместе неугасаемая. Хотя ничего, по-видимому, нельзя придать к ужасу и мучительности такого состояния, но грех не удовлетворится и самим мучением. Обратив грешников в существа самогорящее, он же собственно произведет для них и огненный мир, или, как называет Святое Писание, озеро огненное, дабы каковы обитатели, таково же было, так сказать, и помещение. Ибо нужно ли, братья мои, чтобы всемогущество Божие само и положительно творило эту огненную пропасть адскую? Эта бездна сама собою может возникнуть наконец из греха. Каким образом? Внемлите и познайте ужасное свойство греха. Нет никакого сомнения, что человек беззакониями своими портит и оедотворяет не только свое тело, но и все вещи, коими злоупотребляет, самые стихии его окружающие. Порчи сия большую частью неприметно, но иногда так делается ощутительно, что заражает самый воздух, коим он дышал, отчего происходят повальные болезни и заразы. Теперь представьте всю порчу стихий, произведенные грехами всех людей, сложите ее с порчу и ядом, коими заражают природу видимую духи отверженные, вообразите засим, что в последний день мира и обновления всех вещей, испорченная и оедотворенная грехами, часть сил природы отделяется от нового, чистого и светлого мира Божия. Какое из сего составится скопище яда и тления, какой океан огня и пламени, и вот стихия, в коей будут обитать духи и души отверженные, ибо вокруг кого же сосредоточится ей, как не вокруг тех, кои своими грехами произвели ее. Не без особенного намерения входим мы, братья, пред вами в подобное объяснение. Нам желательно представить для веры некую опору в самом опыте и отнять у неверия и вольнодумство предлог утверждать, что Слово Божие предлагает нам касательно будущего состояния нашего одни таинства и непостижимости для разума. Нет, если предлагаемое кажется превышающим разум, то потому, что разум находится теперь во всех нас в состоянии детском. Если бы он возрос и возмужал в разумении существа человеческого и мира нас окружающего, то сам бы увидел внутренно истину того, что открывает нам вера и Евангелие. Для сего, говорю, мы вошли в некоторые не так обыкновенные изъяснения, и для того, чтобы устранить мрачную и ложную мысль, якобы Творец сам непосредственно будет мучить тварь своим всемогуществом. Нет, любовь вечная не мучит и не может мучить никого. Мучит и терзает здесь на земле, и там в Оаде грех. Бог не сотворил ни смерти, ни ада, их произвел грех. Да обратится же на сего врага все отвращение и вся ненависть наша, да не обретет он себе ни малейшего места, не только в нравах и деяниях, в самых мыслях и словах наших. При первом появлении греха в себе, в каком бы то виде ни было, да спешим изгнать и подавлять его совершенно. Средств к сему, как увидим в следующих собеседованиях наших, столько запасено для каждого из нас благодатью Божию, что кто погибнет от греха, а погибнет непременно, если не исправится, тот должен винить в своей погибели только себя самого. Аминь.